Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью, как всегда по средам, в этот раз уже в 19.30 мы будем с вами постоянно, мы будем общаться с нашей муниципальной властью, с городской властью и сегодня хотелось бы очень поговорить на тему непринятого на прошлой сессии решения о признании страны агрессора и вообще о некоторых аспектах, собственно говоря, работы именно городского совета, не исполнительной ветки власти, а так называемой законодательной. Я напомню, что эта программа в прямом эфире и мы с нетерпением ждем ваших звонков, ваших вопросов нашим гостям по телефону 47 6337, он на ваших экранах, периодически будет появляться всю программу, звоните, задавайте свои вопросы и начнем мы вот с чего. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета Федор Панченко. Добрый вечер, Федор. Вы еще являетесь главой фракции объединения самопомощь и признание страны агрессором. Мне стало известно, что этот вопрос не прошел комиссию, в которой были вы. Может, мог бы ли он быть завтра вынесен, если бы сессия была вынесена на голосование, каким способом или не мог бы? Вот ваши комментарии. А самое главное, почему он не был рассмотрен в комиссии? Смотрите, чтобы рассматривать этот вопрос, нужно чуть-чуть отступить назад относительно небольшой истории того, как он был инициирован и как проходит он согласно процедур. На прошлой сессии огромное количество критики, городская власть, в частности мэр города, получили за то, что якобы не захотели принимать этот вопрос и рассматривать его на сессии. За упущением только одного нюанса. Чтобы вопрос был рассмотрен на сессии по закону, он должен быть рассмотрен, ну хотя бы, минимум, в одной комиссии. И лучше, чтобы эта комиссия была профильная, депутатская комиссия. Для этого были созданы все условия. То есть, как только депутат, инициирующий этот вопрос, это решение от фракции БПП, заявил о том, что он желает его внести в зал и желает, чтобы депутаты городского совета выразили свою позицию, ему тут же было предложено, что объявляется перерыв прямо на этой же сессии. И предложено пройти комиссию, после комиссии, пожалуйста, вынести этот вопрос на сессию. И, как я уже говорил, что наша фракция в полном составе готова голосовать по этому вопросу. В том числе и мэр высказывался по этому вопросу и заявлял о своей однозначной позиции. То есть, никакой тут двухзначности или умалчивания нет. К сожалению, на комиссию профильную депутатскую по законности и гласности явились представители фракции, ну, собственно, нашей фракции, фракции оппозиционного блока, и почему-то не явились представители фракции блока Петра Порошенко, которые, собственно, и предлагали, и инициировали этот вопрос. Более того, после заседания комиссии в зале сессионном из фракции БПП осталось два или три человека, по-моему. То есть, я не понял, каким образом они собирались голосовать за такой вопрос, ну, тем более, который они инициируют и считают, видимо же, его важным, так же, как и мы. Но при этом отсутствует в зале. Значит, было принято решение, ну, вполне логичное и законное, то есть, что в период времени до следующей сессии этот вопрос пройдет, успеет пройти через комиссию и будет вынесен на сессию. Включен в повестку дня. Да. Значит, во вторник состоялось заседание комиссии профильной, на котором я присутствовал. Ну, к сожалению, инициатора не было. В повестке дня так мы и не увидели этот вопрос, и на комиссии он рассмотрен не был. Соответственно, если бы его завтра вынесли на сессию, мы бы снова уткнулись носом абсолютно в ту же вот такую процессуальную проблему о том, что вопрос в повестку дня, который вносится, не прошел ни одну депутатскую комиссию. Почему так складывается, ну, можно только догадываться. Я, ну, я не знаю, может быть в какой-то момент было желание инициировать вопрос, а потом оно пропало. Ну, я думаю, мы коллегам поможем, и обязательно этот вопрос пройдет. Ну, и депутаты выразят свое мнение по этому поводу. В этом случае, может быть, стоило бы вам этот инициировать вопрос, если уж, ну, если гора не идет к Магомеду. Ну, я думаю, если вот ситуация не изменится, то возьмем и сделаем. Александр Сенкевич сегодня заявил о том, что перенос сессии связан именно с этим вопросом. Когда у вас перенос сессии на 19 июня? И вот вопрос у меня, когда у вас состоится эта комиссия и не будет ли это нарушением регламента о 20-дневном сроке размещения? У меня сейчас в голове тяжело посчитать, на самом деле, рабочие дни. Ну, как говорится, надо взять календарь и посчитать. То есть, следующий вторник состоится, ну, я надеюсь, я могу там говорить за себя, вот, если соберется к ворум, состоится следующее заседание комиссии, на котором, надеюсь, мы рассмотрим этот вопрос, ну, и, соответственно, дадим ему дальше дорогу в зал. О нашей позиции мы неоднократно, наперед, открыто заявляли по этому вопросу. Я уверен, что многие зрители сейчас задают себе вопрос и зададут в попоршествии, когда будут смотреть запись этого эфира. Какие еще вопросы выносились на сессию? Которая должна была состояться в четверг? Земельные вопросы. Разного рода земельные вопросы. То есть, это, ну, такие, можно сказать, в какой-то степени бытовые вопросы функционирования города. И да, к сожалению, ну, мы никуда не уйдем и не можем уйти от того, что в наши какие-то вот повседневные вопросы и повседневную жизнь вмешивается политика. Это, ну, это по факту политический вопрос, то есть, какое бы ни было там отношение у разных фракций, ну, соответственно, это вопрос исключительно политический. От этого мы уйти не можем и не уйдем, скорее всего. Но так как на завтрашнюю сессию там очень небольшое количество вопросов земельных было, которые собирались выносить, ну, и по сути, она предполагалась вот действительно для того, чтобы рассмотреть вот этот вопрос и снять все какие-то претензии. Претензии, в общем, или какие-то, да, слухи по этому поводу тоже решили все подгонять под конкретно этот проект. Хорошо. Есть еще один вопрос, я уверен, что его тоже наши уважаемые зрители себе задают вопрос. Ну, мало кто не знает и кто вот смотрел на нашем канале те же новости, не знает о тех событиях, которые сегодня, ну, скажем, феерично растиражировались по всем СМИ и, собственно, стали главной новостью Николаева. Это вручение мэру Сенкевичу, это протокола о коррупции, административного протокола о коррупции, для вручения которого приехали аж целых пять оперативников из главного управления МВД, то есть это киевские. Ребята сегодня приехали и пытались там попасть в кабинет Сенкевича, что вызвало определенные домыслы или, может быть, или правда о том, что якобы Сенкевич сбежал. И в 16 часов была им анонсирована встреча с этими правоохранителями, она состоялась и превратилась в такой вот брифинг. Не связано ли это никоим образом, связано или нет с переносом сессии? Смотрите, ну, абсолютно никакой логики в том, чтобы переносить сессию, нет, ну, относительно этих событий. То есть Александр Федорович с утра, насколько я знаю, там у него были распланированы встречи. Во-первых, ну, опять же, насколько мне известно, товарищи из полиции решили каким-то обманным путем подкрасться, то есть просто передали, что им нужно поговорить, на что получили ответ, что, извините, уважаемые, есть график работы, есть запланированные рабочие встречи, нужно поговорить, давайте поговорим в 16.00, встречаемся и говорим. После этого уже начала раздуваться, ну, так, какая-то новость о том, что якобы Александр Федорович уклоняется, ну, чуть ли не пытались там говорить о каком-то побеге и так далее. Но при этом, ну, он реально назначил время, пригласил всех и в назначенное время явился. Вот, то есть смысл, ну, смысл всех этих действий тогда со стороны правоохранителей и вот такого раздувания, попытки раздувания из этого скандала абсолютно непонятен. Ну и, соответственно, какая могла быть, вот какой мотив после этого ему отменять завтрашнюю сессию? То есть, ну, все, что должно было произойти сегодня, произошло, ну, то есть, других мотивов, кроме тех, которые мы вот обсудили с вами ранее, тут просто нет. Коль мы коснулись этой тематики, я, как политтехнолог, собственно, по специализации, замечаю определенную, ну, некую такую взаимосвязь с событиями вокруг мэров, которые избраны от вашей политической силы. Есть ли такая связь, как вы считаете, и как вы можете прокомментировать события, которые произошли с вот этим вручением? Ну, я вот, по-моему, даже на ваших эфирах неоднократно говорил, что мне не хочется верить, что такое возможно и такими способами будет пользоваться нашей политики, там, всего государственного уровня. Но анализируя те события и те информационные поводы, которые каждый день так, ну, методично создаются, ну, честно говоря, даже в мой скептический ум закрадывается такое большое сомнение о том, что это просто совпадение. Потому что методично, ежедневно, по конкретным людям отрабатываются, ну, какие-то вот сценарии, да, которые их должны очернить, вот, и чисто случайно эти люди постоянно как-то вот относятся к одним и тем же политическим силам. Ну, и создается такое впечатление, что, ну, избираются они по партийному признаку. Еще, ну, вот из того, что мы увидели, опять же, товарищи полицейские, ну, не захотели общаться и отвечать на вопросы ни прессы, ни кого-либо другого. То есть, ну, наотрез отказались. Ну, а, собственно, что решили, ну, работники отдела по особо важным делам, в чем решили упрекнуть мэра Николаева. Собственно, это вот после, видимо, большой такой титанической работы, которую они провели по проверке его деятельности, упрекнуть его решили в том, что он, ну, почти два года назад на первой сессии после избрания голосовал за утверждение штата, присвоение рангов и присвоение зарплаты, в том числе и себе. Ну, собственно, упрек в том, что он получал зарплату. То есть, это сейчас конфликт интересов, как бы, трактует. По этому делу, да, ущерб нанесен 0 гривен 0 копеек. То есть, получал он ее правомерно. Начисляли ему правильно. Ну, вот то, что он от нее, там, на первой же сессии, где вместе с ним голосовало 54 депутата, это, по-моему, на моей памяти единственный случай, когда абсолютно все, вот, 55 человек в сессионном зале с правом голоса проголосовали единогласно. Вот, и он не устроил из этого какой-то концерт там с тем, что возможно, не хочу и так далее. Собственно, два года не было претензий и через два года ему решили предъявить, вот, в определенный момент вдруг вспомнили, что мэр Николаева получает зарплату и решили ему предъявить претензии и за это его привлечь к ответственности. Ну, вот, мэр заявил о том, что он будет оспаривать этот протокол в суде. Вот, вы как юрист, как вы считаете, этот протокол будет отменен или все-таки он останется? Чтобы, ну, давать какие-то профессиональные прогнозы, мне нужно более детально изучать и это дело, и практику, и так далее. Ну, насколько мне известно, вот я так буквально бегло изучил подобные прецеденты, уже существует судебная практика о том, что, ну, вот, подобные случаи не являются каким-то коррупционным деянием. Ну, и с точки зрения логики, просто, любой обыватель может вот для себя задуматься, является ли коррупцией то, что мэр получает зарплату. Ну, это смешно уже просто до смешного. Более того, ну, на самом деле, вот это для меня такой один из важных аспектов, что вот после проверки, там, серьезной проверки правоохранительными органами, вот это претензия к городскому. У меня другой вопрос возникает сразу по ходу вашей речи, а кем инициирована такая проверка и насколько внимательно проверяли, и если это единственное нарушение мэра, то, в принципе, я думаю, что это, ну, хороший, собственно говоря, показатель его работы. Ну, кстати, кем инициирована, я думаю, в ближайшее время все узнают. Станет ясно. Хорошо. На одной из программ, которую вы были у нас, вот, и наши зрители наверняка смотрели, мы обсуждали с вами, с Андреем Палько, результаты сессии. Среди прочих вопросов я задал один такой интересный вопрос уже в финале программы о том рынке на остановке школьной. Я, как, собственно, человек, ну, не то чтобы, скажем, сильно эстетического содержания, мне всегда приятно, когда, как минимум, обслуживание, обслуживание или то, те места, которые я посещаю, имеется в виду, там, магазины и так далее, они носят, ну, какой-то вменяемый характер. Особенно, скажем, ну, то есть я сторонник того, чтобы было красиво, хорошо, уютно, вежливо и так далее, да. И поэтому не зря я вас спрашивал по поводу рынка. И сейчас, как бы, следующий вопрос я бы назвал «История одних свершений в Николаеве». Ну, давайте я не буду забегать вперед. Расскажите, собственно говоря, вкратце, что там было сделано на этом рынке. Многие видели, я более того скажу, что когда в сети Facebook я об этом написал, очень много позитивных комментариев на эту тему. Ну, все-таки, давайте вот момент, что было сделано, чтобы люди, которые, например, живут там в Корабельном, Ангульском районе и не видели, что на остановке школьная происходит, что было, что стало, ну, в двух словах. Смотрите, на долгое, очень долгое, на протяжении нескольких десятилетий на остановке школьной существовал стихийный рынок. То есть он полностью существовал без каких-либо документов. Предприниматели на нем находились, люди, которые, ну, юридически предпринимателями не являлись. И только лишь там было некоторые граждане, которые утверждали, что это их земля, и с этих предпринимателей собирали на протяжении долгих лет, собирали аренду за городскую землю, которая ихней не являлась. По этому поводу ведется расследование. Я очень надеюсь, что к ответственности людей привлекут, потому что, ну, это очевидное мошенничество. Долгое время, ну, это вот, можно сказать, сердце моего округа, которое, вот, там есть две проблемных точки. Это вот рынок стихийный, который был, и рядом такой зияющий пустырь, который выходит, на самом деле, на фасад проспекта Героев Украины и, ну, совсем не красит наш город. Я заявлял и перед выборами, ну, и в последующем, что главным достижением по истечению моей каденции должно быть не рассказ избирателям о том, что вы знаете, я там на комиссии ходил или на сессии ходил, какие-то там вопросы обсуждал. Хотя это, безусловно, тоже важно, и я не отказываюсь от этих обязанностей, но самым главным достижением это будет физическое изменение внешнего вида наших, вот, улиц, района и моего округа. Это то, что можно говорить людям, не стыдясь. То есть, что мы сделали за это время, пойдите посмотрите, выйдите и потрогайте руками. Я бы попросил чуть меньше политики, давайте вот все-таки вернемся. Значит, основной задачей по этому поводу, что, ну, что изначально, какова была идея. Ну, то есть, был стихийный рынок из ужаснейших будок, я его помню так более-менее. Ужас какой, да. Да. То есть, было огромное количество жалоб ко мне от жителей района о том, что, во-первых, он, ну, имеет очень неприятный вид, а во-вторых, что вся эта торговля доходила до края проезжей части и далее дети вот в 32-ю школу, например, которая находится чуть дальше, шли уже по проезжей части, обходя торговые, ну, собственно, выставленные, да, торговые места, там, какую-то продукцию и так далее. И сейчас как там? Основной задачей, вот первое, что было, что от остановки и до самой школы должен быть прямой, широкий, минимум 3 метра, хороший тротуар с пандусами, чтобы каждая, там, мама, ребенок, кто угодно, ничего не обходя, никуда не сворачивая, могла вот по прямой дойти, не выходя на проезжую часть, до учебного заведения. Это на данный момент выполнено. Вот у меня сразу тогда параллельно вопрос. Вот смотрите, рынок, который был расположен на тротуаре, какие нормы закона он нарушает? Есть нормы, архитектурные нормы, ну, смотрите, собственно, с чего началась работа. То есть я пришел к предпринимателю, как депутат. Я сейчас, прошу прощения, я сейчас, очень важный, очень важный нюанс. Многие, многие ждут схемы расположения и так далее. Вы без схем расположения начали эту работу. Чем вы руководствовались? Нужно ли для этого какой-то специально? Схема расположения, это всего лишь, по сути, визуализация действующих норм. На данный момент уже есть действующие нормы, ДБН и так далее, которые при разработке схемы, просто вот они берутся, учитываются и, собственно, на карту города наносятся все запретные зоны или где можно размещать подобные строения. Ничего, по сути, не мешает рассматривать это в индивидуальном порядке. То есть, я обратился к предпринимателям, я очень долго их уговаривал, очень долго объяснял им и доказывал, что то, что они платят какому-то неизвестному гражданину деньги, это не есть официальный договор с городом и что никакие аренды, никакая в городской бюджет не получает. Не поступает. Не поступает, да. Убедить их в том, чтобы были заключены договоры сервитута с городом, чтобы они получили согласование в архитектуре и на самом деле площадь рынка уменьшилась. Они очень сильно подвинулись и относительно красной линии и по соблюдению от края проезжей части, там еще куча норм. То есть, им пришлось ужаться по этому поводу, конечно же, там была масса скандалов и так далее, но, к счастью, в конце концов, все это утряслось и сами предприниматели, сами, они лично, то есть, ни разу там не демонтировали ни один, вот, по-моему, из 50 точек всего одну пришлось демонтировать администрации района. Все остальные предприниматели сами демонтировали, вот, незаконные свои сооружения, вот, но на данный момент все они там же торгуют, потому что мы прекрасно понимаем, что это наши жители, это в том числе мои избиратели и жители моего округа, вот, и которым, ну, действительно нужно кормить свои семьи и так далее. Вот, я надеюсь, что нам удалось соблюсти вот этот баланс. Я предлагаю нашим зрителям обратить внимание на, вот, проезжая по проспекту Героев Украины, обратить внимание на остановку школьную, как она выглядит сейчас и сравнить с тем, что, ну, она ходится возле вашего дома. Мне еще известно один такой факт, я не зря эту сегодня тему поднял, о том, что некоторые народные депутаты обратились в Генеральную прокуратуру согласно этого рынка, о том, что не соблюдены уже, вот, в новом, как бы, исполнении, не соблюдены некоторые нормы. Дайте, пожалуйста, комментарии. Ну, я понимаю, что имена называть вы, как политик, не будете, но... Да там, ну, как бы, я думаю, чересчур долго придется имена перечислять, с чего началась вся эта история. К сожалению, у нас вышел конфликт с некоторыми политиками. И когда очень долго в поисках, каким образом, там, оказать на меня какое-то давление и так далее, ну, по сути, в поисках того, как навредить мне, решили, что, ну, раз уж ничего не нашлось, просто будем вредить людям на округе. Вот. Ну, и, по сути, это мои же соседи, потому что я живу вот прямо там рядом. Вот. Таким образом, попытавшись, пытаясь на меня какое-то оказать давление. Ну, наверное, ну, огромное количество от определенной, там, группы политиков было написано заявление куда-то угодно. Ну, мы помним, там, и газеты печатались, там, гигантскими тиражами раздавались, как-то пытаясь, вот, из этого сделать суперскандал и так далее. Но из того, что я видел, вот, отношения людей, в том числе общаясь каждый день с людьми по округу, ну, ничего из этого не вышло, потому что люди-то, на самом деле, видят, что там было, что из этого получилось. Если есть какие-то нарушения со стороны предпринимателей, что-то они сделали не так, я согласен с тем, что пусть исправляют, пусть доводят до ума свои документы, еще там, совершенствуют их, ну, и так далее. Но я не сторонник вредительства. Вы знаете, я, у меня просто тогда здравый вопрос, вот, те, те люди, те, та группа политиков, которые обратились в правоохранительные органы уже по новому рынку, то есть, до этого все было хорошо, то есть, вот, эти будки, которые стояли, ну, я просто помню фотографии ваши, и помню книжки, это все было нормально. Ну, примерно, по словам предпринимателей, примерно, с этого рынка собиралось порядка, там, 40-50 тысяч гривен в месяц, аренды, которой там, на самом деле, не было, просто вот, черным налом, и куда они уходили, неизвестно. Ну, что ж, я думаю, что, если вы говорите о том, что уголовное дело... Да, некоторые даже нардепы, по-моему, из других областей, очень интересуются вот этим вопросом. Ну, это, видимо, государственной важности дела. Что я, вот, можно я, пользуясь случаем, хотел бы... Да, 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 буквально две минуты конец программы. В дальнейшем, да, вот сейчас следующий вопрос. Рядом стоит вот этот, ну, по-простому страшный пустырь, который там заросший, там какой-то мусор, какая-то там рядом стоянка и так далее, и так далее. Я этого не скрываю. Я буду ходить, вести переговоры со всеми инвесторами, со всеми бизнесменами, для того, чтобы эта земля была использована по назначению. Вот она отведена под застройку жилым домом. Я мечтаю и очень хочу, и буду всячески помогать любому инвестору, который застроит эту территорию согласно норм, а часть этой территории облагородит и в моих планах, чтобы там был какой-то сквер. Есть на моем округе и другие пустыри и так далее. Я, вот, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем бизнесменам. Пожалуйста, стройте, ведите свой бизнес у меня на округе. Приходите ко мне, я буду водить вас за руку, я буду водить вас за руку по всем кабинетам, отгонять вас от всех прилипалтам и желающих как-то на вас погореть руки. Только, пожалуйста, приходите, вкладывайте деньги в мой округ и облагораживайте его. Что ж, спасибо. Пылкая очень речь. Ну, как, наверное, зрители слегка удивлены, да, мы привыкли более к чиновникам, они менее эмоциональны. Все-таки Федор политик, и мы слышали речь политика. Я надеюсь, что у вас все получится, а для наших зрителей, хочу сказать, задумывайтесь, глядя на то, что вы видите вокруг, может быть по-иному. И как по-иному? Ну, вот один был из примеров. Стоит ли доверять словам или делам, решать вам? Ну, на этом, наверное, наша программа закончена. Спасибо, Федор, что вы были у нас. Спасибо. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно, до встречи в следующую среду.